Здравствуйте! Вы смотрите Губернские новости. В студии Павел Рыжиков. Коротко о главном Воронеже и области. Взлететь на 25 этаж за три с небольшим минуты – это не вымысел, а рекорд вертикального вызова. На высотку в центре Воронежа спасатели поднимались не налегке, а в 30-килограммовом обмундировании. Подобные состязания проходят в столице Черноземья уже в пятый раз. За призовые места боролись десятки участников со всего региона. И, кстати, в этом году был самый необычный состав за все время проведения вертикального вызова. Что это такое? Забежать без лифта в Поднебесье испытала на себе и наш корреспондент Анастасия Алексеева. Так выглядит человек, который забежал на 25 этаж в полной боевой загрузке. А весит она без малого 30 килограммов. А вот те, кто еще не стартовал, они общаются друг с другом, смеются. А некоторые уже проверяют снаряжение и слушают инструкции. Сами соревнования начинаются с классической фразы. Пробежать 70 метров наверх с тяжелым оборудованием и в маске – казалось бы, просто невыполнимое задание. Но профессиональных пожарных этим не напугать. Хотя сами ребята очень строги к своим результатам. Мы старались готовиться к этим соревнованиям. Немножко подготовились, но было все равно тяжело. Ожидается, что будет легче, но на самом деле даже на 15-м ты чувствуешь, что ты не так сильно готов, как хотелось бы. Несмотря на то, что это соревнование, здесь царила атмосфера тотальной поддержки. Участники, проверяющие, судьи – все подбадривали финиширующих. В том числе и меня. Даже без спецснаряжения и маски преодолеть 25 этажей было, мягко говоря, непросто. И сложности у всех одни и те же. Если брать суммарно, наверное, всю дистанцию, то, конечно, и дыхалка важна, и наличие хорошего подготовленных ног. Кто-то бежит через ступеньку, там как раз бедра забиваются. Кто-то бежит, кто-то идет по каждой ступеньке, там больше икры. Но дыхание, конечно же, очень важно. Дарья Новикова – сотрудник городского поисково-спасательного отряда и единственная девушка в столь трудном забеге. Тяжело. Как вообще решились? Зачем? Очередной вызов для спасателя. Самое сложное вообще. Решиться. Что? Решиться. Моральный настрой. Так, ну мне кажется, вы уже победительница. Как считаете? Да. Вертикальный вызов стартовал уже в пятый раз. И в этом году было много нового. Помимо того, что в соревнованиях впервые участвовала девушка, пробежать вместе с профессиональными пожарными решили и спортсмены. У меня была мечта детства. Я с детства хотел спасать людей. И думал, да, про пожарную, скажем так, индустрию. Главное – включить терпешку. Именно победить свою голову. Потому что голова всегда говорит – зачем? Особенно на середине дистанции говорит – тебе это не нужно. Зачем ты умираешь? Ну, просишь силушки убоженьки и работаешь. Подобные испытания не только демонстрируют физподготовку спасателей. У них есть и вполне определенная задача – научить пожарных работать на высотных зданиях. А таких в Воронеже немало. Что касается именно высотного здания, для нас тоже отопленный опыт. Потому что необходимо четко понимать, как нам действовать в этих ситуациях. Как проводить эвакуацию спасения – это первая задача. И то же самое – тушение пожара. Поэтому чем чаще мы проводим такие виды соревнований, тем больше мы сами для себя получаем опыта, получаем навыки. В итоге лучшим стал Алексей Хархардин. Причем и в прошлом году этот сотрудник пожарно-спасательной части номер 11 также занял первое место. И в этот раз побил свой же рекорд – пробежал 25 этажей быстрее на полминуты. В прошлом году было первое место. Надо не снижать обороты. Так и получилось в этом году тоже первое место. Тренировки, да. Легкая атлетика помогает. Я бегу, занимаюсь лёгкой атлетикой, поэтому нарабатываю. Ну и бег, и дышать легче. Чуть больше трёх с половиной минут – абсолютный рекорд этих соревнований. Теперь Алексей и другие призёры поедут защищать честь Воронежской области на всероссийские соревнования в Санкт-Петербург. Совместные рейды автоинспекторов и судебных приставов проходят на магистралях столицы Черноземья. Так на улице Землячки дежурят сразу несколько экипажей дорожной полиции. Цель одна – задержать злостных должников, у которых большое количество неоплаченных административных штрафов. Причем к таким относятся не только наказания за нарушение правил дорожного движения, а в принципе любые. Особенно если они просроченные. Напомню, тот же штраф за превышение скорости или, допустим, непристёгнутый ремень водитель по закону должен оплатить в течение 60 дней. Если этого не происходит, то дело такого должника попадает к судебным приставам. И вот тут начинается самое интересное. Если сумма неоплаченных штрафов больше трёх тысяч рублей, то авто могут отправить на спецстоянку со всеми вытекающими отсюда дополнительными расходами на эвакуацию и хранение. Конечно, этого можно избежать, если оплатить задолженность тут же на судебно-полицейском пикете, который остановил автомобиль. Правда, выложить придётся сумму в двойном размере. Плюс, как бы смешно не звучало, штраф за неуплату штрафа. Ведь закон есть закон. В таких мероприятиях мы останавливаем транспортные средства, проверяем на предмет имеющейся неоплаченной задолженности по штрафам госавтоинспекции, а также по базам судебных приставов. Сотрудник центра видеофиксации передаёт информацию по имеющейся ориентировке на транспортные средства, мы их останавливаем и проверяем. Также в таких мероприятиях мы проверяем транспортные средства с иностранной регистрацией, которые зарегистрированы в других государствах, на предмет также неоплаченной задолженности, на предмет неотвратимости наказания. Задолженность по кредитным платежам, по алиментам, ущерб, причиненный преступлением, налоговая задолженность. Нет поблажек, нет, если только через суд. Если у него какое-то сложное материальное состояние, у него есть на издевении дети, если транспортное средство – это единственный источник его дохода, в этом случае гражданин может обратиться в суд. И не запорожец, и не культиватор, и даже не УАЗ. Самодельный трактор на дорогах Рамонского района крайне сложно не заметить. Уж слишком сильно этот агрегат выделяется на общем фоне. Машина разгоняется до 80 км в час. За рулем, как правило, его создатель – 56-летний слесарь Андрей Полюбезьев, в гости которому отправился наш корреспондент Евгений Жакот. Из дерева можно сколотить табуретку, из кирпича построить дом, а из Запорожца собрать трактор. Именно так считает Андрей Полюбезьев, 56-летний слесарь из Рамонского района. Вот этого компактного синего товарища с легким советским колоритом он в течение года собирал в своем гараже. Сил, признается, ушло немало. Зато теперь, когда мужчина выезжает прокатиться на своем чудо-аппарате вокруг дома, соседи не отходят от окон. Возможно, по мне не скажешь, но я тракторист. Правда, вот я обещал своему преподавателю, что никогда в жизни за руль не сяду. Александр Николаевич, я вас обманул. По полям, по полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. К слову, Запорожец далеко не единственный донор для самодельного агрегата. По сути, это такой сельскохозяйственный франкенштейн. Колеса у него от культиватора, задний мост с УАЗа, гидравлика от минского трактора и так далее. Какие-то детали приносили соседи, а что-то нашлось в гараже. В результате на свет появился незаменимый помощник, способный решать несложные, но весьма утомительные бытовые задачи. У меня немножко огорода, у меня у тещи. И вот я огород пашу. Ну, он там косилку сделал, косить, может, где что придется. Ну, и так, дровишек можешь привезти там в баню с леса. Ну, так, по мелочевке. Я так понимаю, это не первое ваше творение, да? Не, не первое. Я уже сколько этого всего попеределывал. Ну, так, для души я. У меня хобби. У кого-то рыбалка хобби, у кого-то что-то. А у меня вот по железякам. Хобби по железякам деревенского кулибина увлекают уже больше 20 лет. Нетрудно догадаться, что в его автопарке есть и другие поразительные творения. Вот, например, вездеход с кодовым названием «Амфибия». Он на ходу, однако в хозяйстве почти не используется. Мужчина даже грешным делом подумывал его продать, но, говорит, рука не поднялась. Жалко. Принцип привода гусениц ДТ-75. У меня были запчасти с 75-го, и токаря мне точили. Ну, так же, как и на 75-м. Ленты стоят, тормозные, фракционные ленты. Вы называете его «Амфибия». Почему? Ну, я вроде бы хотел его сделать плавающим, но потом что-то, это самое, надо короб варить, чтобы не утопнуть где-нибудь ненароком. О планах на новые творения Андрей Полюбезьев предпочитает не рассказывать. Только отшучивается, мол, надо сначала выкопать картошку. К тому же и сам трактор еще не закончен. До зимы Рамонский Кулибин собирается заменить колеса на гусеницы, чтобы даже сугробы не помешали движению. Остается только гадать, куда дальше изобретательного слесаря заведут его нестандартные мысли. В СИЗО еще на два месяца Ленинский районный суд продлил меру пресечения ректору Воронежского госуниверситета Дмитрию Яндовицкому. Он пробудет под арестом до 14 декабря. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству прокурора и защиты. Также до середины декабря пробудет под арестом, но под домашним, профессор ВГУ Юрий Трещевский. Напомню, Дмитрия Яндовицкого задержали в середине июня по подозрению в даче взятки в 600 тысяч рублей за защиту докторской диссертации его супруги. Посредником передачи денег правоохранители считают профессора Юрия Трещевского. Ректора сразу поместили в СИЗО и уже дважды продлевали ему срок под стражей. А престарелого экономиста все это время держат дома под арестом. Смогут ли продажи на маркетплейсах заменить торговые центры и как привлечь внимание покупателей на интернет-платформе? Это обсуждали в столице Черноземья на межрегиональном форуме «Маркет Ёлка». На площадке собрались как опытные предприниматели, так и те, кто делает только первые шаги в электронной коммерции. О том, какие новые тренды появились на рынке продаж в интернете, узнала Мария Сивак. Владельцы пунктов выдачи заказов, представители госструктур, опытные спикеры и, конечно, селлеры. Так называют самих продавцов на маркетплейсах. На Воронежском форуме «Маркет Ёлка» собрались все те, кому интересно продажа товаров в интернете. Организаторы подготовили разнообразные мастер-классы и тематические лекции. Одна из них об интеллектуальной собственности. Плагиат бренда товаров и копирование карточек на маркетплейсах – чуть ли не самая острая проблема, с которой сталкиваются почти все предприниматели, уверяют эксперты. Воруют карточки товара, дизайн, фотографии, описание карточек товара, так и лекала. То есть это товар, который уже именно в товарном виде. То есть это кардиганы, джинсы, это какой-то определенный пошив одежды, которые можно скопировать. Это первоочередное, то есть это нужно правильно регистрировать интеллектуальную собственность, фиксировать, если вы обращаетесь к фото, видеоконтенту, фотографам, видеографам, копирайтерам, то есть заключать с ними договора о авторстве, чтобы они передавали вам в соответствии с договором свое авторство. Лекции, кстати, специально разбили на несколько тематических блоков, чтобы они были интересны не только бывалым, но и начинающим предпринимателям. Одна из них – Виктория Родионова. Художница пишет и продает картины не первый год, однако выйти с ними на маркетплейс и освоить рынок интернет-продаж решилась только месяц назад. Но пока ни один покупатель так и не откликнулся. Всего пара часов на форуме, и вот решение, как привлечь внимание аудитории, нашлось. Интересно узнать, что это такое, как лучше, потому что, может быть, моя ошибка в том, что я выкладывала большие картины, может быть, надо перейти на более маленькие, потому что говорят, что маленькие картины больше востребованы, чем большие. Ну, вот хочу узнать что-то нового. А для тех селлеров, кто в сети уже давно, специально подготовили самую актуальную информацию об обновлениях на интернет-площадках, секретах эффективной рекламы и новых способов масштабирования бизнеса. Данное мероприятие полезно и для самозанятых граждан, которые у нас в Воронежской области ведут свою деятельность. А их, между прочим, более 150 тысяч. Это огромное количество. И, естественно, основные площадки, через которые они реализуют свою продукцию, это как раз маркетплейсы. Сегодня, кстати, центром «Мой бизнес» организована на данной площадке выставка самозанятых, которые представляют свою продукцию, которая сделана, собственно, ручно. И как раз для самозанятых это большой задел для того, чтобы продавать, расширяться. Обсудили также и новые возможности по размещению на маркетплейсах информации о путешествиях и экскурсиях. Вывод экспертов один. Рынок интернет-продаж развивается буквально с каждым днем. Поэтому теперь бизнесмены могут продавать во всемирной сети не только товары, но и впечатления. Эвакуация раненого, стрельба из воздушки, прохождение через минное поле. Эти и многие другие испытания преодолевали школьники и студенты техникумов и колледжей железнодорожного района в ходе военно-спортивной игры «Зарница». О том, какие еще задания пришлось пройти будущим призывникам, в сюжете Марка Борисова. Огонь! Хорош! Граната попала в цель. Команда ликует. За каждый точный бросок плюс один балл в зачет. Проверка дальности броска – это лишь один из пяти практических этапов «Зарницы». Что касается остальных нормативов, организаторы с подборкой постарались. Выбрали самые зрелищные. Например, эвакуация раненых. По легенде, рядом с расположением группы упала граната. Один из участников получил травму. Ему необходимо оказать первую доврачебную помощь. После чего на носилках эвакуировать на территорию штаба. Вот только двигаться придется по пересеченной местности. Как показывает практика, сейчас это очень важный этап в жизни. По практике СВО на эвакуации раненых возникают огромные проблемы. И противник мешает эвакуировать раненых. Недостаточно, может быть, готовы наши, к сожалению, солдаты. Их в школах не научили этому. Поэтому этот этап является крайне важным для сохранения жизни, здоровья бойцов. И даже просто гражданских людей, чтобы они могли в гражданской ситуации тоже не спасать. И правильно принять решение, какую помощь оказать. Ребятам такие конкурсы пришлись по душе. Все задания максимально приближены к боевым условиям. Да и место выбрали удачное. Лес недалеко от кадетской школы имени Суворова. Перед проведением соревнований местные школьники очистили площадку от бытового мусора. Что касается безопасности самих участников, о ней тоже позаботились. Мы занимаемся оказанием первой помощи, если случается чрезвычайная ситуация. То есть ребята могут пораниться. Мы оказываем первую доброчемную помощь. А так задача инструктора просто оценивать прохождение этапа. Я считаю, что ребята справляются на уровне. Подготовка почти у всех есть, но достойно. Достойно. Достойно уважения. Соревнования уже мне нравятся тем, что мы на природе находимся, а не где-то в черте города. Будем оценивать реалистично. Команда у нас достаточно хорошо подготовлена, но везде есть какие-то недостатки. Мы успели пройти всего лишь пока что три этапа, и эти этапы заключаются в медицине. Но на практике мы не оказывали никакой помощи. Мы проходили тестовые задания. Было достаточно интересно, и мне, и ребятам из моей команды, очень понравилось. К слову, теоретические знания играют отдельную роль в состязаниях. Три команды, которые наберут в них наибольшее количество баллов, будут соревноваться в городском чемпионате по первой помощи. Всего же в Зорнице приняли участие 10 команд по 10 человек. Все они ученики школ, техникумов и колледжей железнодорожного района. Белый день в Ботаническом саду. Километры, фаты и свадебные платья самых разных форм и фасонов. В Воронеже прошел фестиваль невест. В программе выездная регистрация, фотосессии, дефиле от местных дизайнеров и погружение в историю моды. Все это на фоне прекрасных пейзажей. В мир красоты, грации и бесконечно белого цвета погрузилась Юлия Золотарева. Дресс-код белый. Красивые локации для фотографий, дефиле в исторических костюмах и мини-концерт от юных дарований под открытым небом. Попасть на такую тематическую вечеринку в Ботаническом саду можно только с одним условием – надев свое свадебное платье. Я была очень довольна, во-первых, тем, что я в него влезла. Это уже большой плюс. Причем я могу сказать, что она сидит на мне сейчас еще лучше, чем сидела тогда. Я очень люблю свой свадебный наряд. Мне кажется, он у меня актуальный на разное время. Поэтому я почувствовала себя, такое, знаете, вдохновение. Даже немножко почувствовала возвращение какое-то время назад, такую легкость. Ну, не знаю, у меня много было эмоций. Длинные шлейфы, россыпь, страз и белоснежная фата. Наряды самого счастливого дня, хранившиеся в шкафах несколько лет, а то и десятилетий, снова заблистали на невестах. Белое – это всегда символ верности, символ любви, красоты. Платье сохранилось. С мужем уже в браке 15 лет. Именно хочется передать тот настрой, который мы верим, любим и хотим, чтобы так продолжалась наша совместная жизнь. И всем того желаем – мира и добра, и любви. У нас был когда город-сад в Воронеже, у нас был год семьи, любви и верности. И мы решили, ну, подумали сначала с нашими ботаниками, с чего начинается семья и верность. Ну, естественно, с такого важного события, как свадьба. Поэтому мы подготовили все для свадебной регистрации, назвали туда много невест. И это был один такой большой перформанс. Поэтому все было прекрасно, и мы решили повторить это в ботаническом саду, потому что невест было очень много, желающих. Решили сделать такой фестиваль. Рады на фестивале и молодоженам. Для них подготовили площадку для выездной регистрации. Такой возможностью воспользовались Мария и Артем Шишловы. Пара приехала в ботанический сад прямо из ЗАГСа, сразу после торжественной регистрации брака. У нас в Воронеже как-то особо нет места, где пофотографироваться, уже как-то все заезжено, так сказать. А тут уже что-то оригинальное, новое, необычное. И как раз под свадебную тематику, то, что нам надо. Познакомили друзья почти четыре года назад. Вот, решили, сделали шаг, расписались. Заявление переносили три раза. Не получалось по датам, по времени. Потом не торжественное. В итоге решили, что будет торжественное. Вот, раз и навсегда. До золотой свадьбы. Нашлось на фестивале невест место и для исторических нарядов. Разные эпохи, от барокко до начала 20 века, переплелись на дефиле от воронежского дизайнера Светланы Кириховой. Ну, наверное, каждой девочке хочется побыть принцессой. Я тоже хотела быть принцессой и пошила себе платье. И с этого все началось. То есть, то есть, его нужно, я его пошила, соответственно, его нужно, соответственно, выгулить. Вот. И потом я пришла на танцы и уже пошло, поехала дальше. В коллекции Светланы три десятка платьев. Все ручной работы. Прогулочные облачения середины 19 века. И наряды для балов эпохи Екатерины Великой. А началось все 10 лет назад. С белого кринолинового платья. Очень напоминающего свадебное. Невестой я давно была. Вот. И очень надеюсь, что в ближайшее время так же. Просто я в разводе. И надеюсь, что мой принц где-то уже, да, родился. Сейчас привлекаете, да, вот на него. Это магия. Это, да, ближе к свадебному платью старинному. Ну, получается, середина 19 века где-то приблизительно. Помните, какие были шикарные наряды у Скарлетта Ахары? Вот как раз-таки я вот сегодня, можно сказать, немножечко Скарлетта Ахара. Впрочем, в отличие от главной героини фильма, унесенной ветром, откладывать дела на потом организаторы не намерены. У волонтеров ботанического сада уже появилась идея устроить на этой живописной площадке картинную галерею под открытым небом. Проект воплотят в жизнь в следующем году. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. И до встречи в эфире. Сотни оправ и солнцезащитных очков для взрослых и детей в одном месте. В Воронеже на улице Плехановская, 22, открылся флагманский салон Ситиоптик «Счастливый взгляд». Здесь представлен, пожалуй, самый большой выбор в столице Черноземья. От демократичных частных марок до популярных мировых брендов и именитых дизайнеров. Это большой салон, в котором представлены оправы для разных возрастов. Это и детские оправы, это взрослые. Это полностью комплекс услуг от проверки зрения до изготовления полностью очков. На территории мегаоптики находится мастерская, квалифицированные мастера, которые непосредственно изготовят очки по тому рецепту, который выписал врач. Для посетителей это очень удобно, потому что он получает полностью готовое изделие здесь и сейчас. Процесс изготовления занимает от 30 минут до часа. Кроме того, здесь можно отремонтировать старые очки. А для комфорта посетителей в салоне предусмотрена удобная зона ожидания с уютными мини-кафе и детская игровая. Также в мегаоптике можно пройти комплексную проверку зрения. Квалифицированные специалисты ждут на прием как взрослых, так и детей. Для диагностики здесь оборудованы сразу три кабинета, оснащенные самым современным оборудованием. Когда у нас специалист может фактически, не касаясь без использования пробной оправы, осуществлять точный комплексный подбор. То есть это очень удобно, поскольку специалист уже не просто перебором линз осуществляет вот этот подбор, а непосредственно при помощи оборудования, при помощи программы компьютерной. Сам процесс диагностики именно в мегаоптике, он должен быть равноценен подбору в хорошей клинике. Поэтому приглашались специалисты именно высокого уровня, которые умеют работать на оборудовании, и современное оборудование для того, чтобы это осуществить на уровне именно том, который сейчас требует наш взыскательный пациент. Записаться на прием к специалисту или на изготовление очков можно и дистанционно на сайте Счастливого Взгляда. К тому же сейчас с 10 по 20 октября ко Всемирному дню зрения во всех салонах этой сети действует акция «Минус 30% на все очки». Автомологический осмотр бесплатный.